Все, хорошо, спасибо. Благодарю коллеги. Тема моего доклада звучит, может быть, немного пространная, я с этим не спорю, но она посвящена вполне конкретному автору, посвящена хинтике и его рассмотрению вообще проблеме кросс-индентификации, такому определенному аспекту рассмотрения. Так что попытаюсь рассказать в общих чертах, что я пытаюсь разработать, потому что все-таки это является тоже частью моего исследования, я тоже буду очень признательна за какую-то критику или какие-то обстоятельные комментарии, потому что я думаю, что во многих аспектах эта теория, ну или, по крайней мере, гипотеза требует явной доработки. Так вот, по поводу феномена самоотождественности. По крайней мере, хинтика, когда он описывает во многих своих статьях специфические подходы к рассмотрению принципа самоотождественности, он говорит о том, что вопрос состоит таким образом, что мы должны различать так называемые интенциональные и неинтенциональные, или, как он напишет, непреднамеренные или физические феномены. В средстве Брентана многие акты, такие же, как и хинтика, на самом деле, предлагают рассматривать интенциональные акты с точки зрения понимания, в то время как неинтенциональные, с точки зрения объяснения. То есть в данном случае важно узнать, что именно в нашем восприятии субъективности может быть объяснено в рамках осмысления некоторого перформативного акта, то есть акта самоутверждения. То есть в данном случае, чтобы напомнить, хинтика, разрабатывая свою концепцию кросс-индентификации, частично опирается на Декарта, на его, заметьте, изречение Когита и РГСУ, «Я мысль, я думаю, существую». Он пытается это проанализировать не строго как суждение, а как некий перформативный акт, поэтому в данном случае он здесь скорее отсылает к Декарту, к этому выражению, и, соответственно, работает в первую очередь с ним. Так вот, дальше мы говорим о том, что нам важно понимать, что в данном случае, в этом перформативном акте утверждения некоторого принципа самотождественности мы можем объяснить в рамках осмысления. А что мы можем понимать с точки зрения нашего сознания? Как пишет сам хинтика, каждый интенциональный феномен характеризуется тем, что схоласты в средних веках называли намеренным несуществованием. Да, так специфический термин, не намеренным существованием объекта. И то, что мы могли бы назвать ссылкой на содержание, направление на какой-то предмет или монетной объективностью. Здесь вполне, опять же, такое определение согласуется с классическим пониманием Брентана об интенциональности сознания, то есть определенной направленности сознания на какой-либо объект. И в данном случае нас это интересует именно в той особенности, что сознание направляется на какой-то принцип самотождественности, то есть на самого себя. То есть эта направленность и есть то, что согласно Брентану, вот этому брентановскому разделению, отличает интенциональное намерение от неинтенционального непреднамеренного разделения. То есть Брентана определяет некий контраст между интенциональными и неинтенциональными феноменами как различие между ментальными и физическими. По крайней мере, так считает Хинтика, такую предлагает он аспект. И вот это данное различие, которое может прозвучать не вполне удовлетворительно, представляется важным для раскрытия понятия субъекта и феномена его тождества. То есть интенциональные и неинтенциональные феномены связаны с понятиями и намерениями. То есть когда у нас есть определенные намерения в отношении некоторого объекта, мы вырабатываем определенное понятие, чтобы данный объект и намерения в отношении него были нами поняты. Это работает и в обратном направлении. То есть выстраивая концептуальную схему в отношении понимания и объяснения субъекта, мы выявляем то основание, которое позволяет нам выявить проявление ментального и физического восприятия тождества субъекта, а затем понять, что именно из проявления интенционального дает нам возможность концептуализировать наши намерения и объяснения. Как пишет, например, Гудсмит, немного позже после Хинтики, но в частности основываясь на интерпретации, наблюдатель может не только обнаружить, что он маркирует собственное поведение в терминах внутренних объектов, то есть психических функций, но он также может считать себя тем, кто выполняет смысловые установки, соответствующие своему окружению. Это, в частности, все повторяет ту референцию, которую, наверное, надо вначале обозначить как некую основную. Хинтика, когда говорит о кросс-индентификации, он говорит о двух разных перспективах, которые позволяют, по крайней мере, с точки зрения логики, определить субъекты, с которыми мы работаем. Это так называемое объектоцентрическое и субъектно-энцентрическое установка. Субъектоцентрическое говорит о том, что нам важно сконцентрироваться на том субъекте, который порождает определенное поле восприятия объекта. Соответственно, объектоцентрическое, оно работает немного в обратном направлении, оно говорит о том, каким именно образом поле конституирует тот субъект, с которым, опять же, мы взаимодействуем. Но в данном случае, почему это так важно для Хинтики? Потому что он считает, что на пересечении этих двух направлений, на пересечении этих двух установок, на самом деле, мы можем унарушить этого субъекта, с которым мы работаем. Он пытается потом разрабатывать семантики возможных миров, хотя это, на самом деле, более сложная концептуальная схема, которую он предлагает. Но изначально нам нужно работать именно с пониманием предмета кросс-индентификации. Возвращаясь к докладу, то есть рассматривая некоторую интенсиональность субъекта, то есть некоторую сознательную направленность и понимание того, кем этот субъект является, мы подразумеваем некоторую направленность сознания и понимание того, на что это сознание, соответственно, направлено. И рассматривая интенсиональность как некую возможность концептуализации, мы должны учитывать, что мы охватываем объект в некой целостности. То есть вследствие этого нам важно понимать, что интенсиональность может подразумевать не только охват всего объекта познания, но и все возможные положения дел, в которых мы говорим об этом предмете. Опять же, это такое специфическое предположение, которое выдвигает хинтика, рассматривая такой вот момент, что все-таки интенсиональность сознания позволяет нам охватывать некоторую целостность и все возможные вариации этой целостности. То есть в любом случае, при каком, любом фактическом и контрфактическом положении вещей в мире, мы действительно можем обнаружить этого субъекта. Вот как я уже говорила, мы рассматриваем интенсиональность субъекта в рамках семантики возможных миров, как это способно охватить наиболее полную картину предмета, на которую направлена наша интенсиональность. Как я говорила, хинтика разрабатывает очень специфическую концепцию в данном случае, но здесь нам будет важно именно тот момент, что вот эта интенсиональность для хинтики выступает такой предметной и важной областью, которая позволяет нам с логической точки зрения всегда ухватывать того субъекта, самотождественного субъекта, который будет оставаться одним и тем же во всех возможных мирах. Вот воспринимая объект, некоторый объект, мы пытаемся концептуализировать и понять его основание, а также класс предметов, которым он принадлежит. То есть в отношении субъекта у нас возникает аналогичная ситуация, мы пытаемся уяснить основание этого субъекта, как бы странно это ни прозвучало. И благодаря этому основанию мы понимаем, что говорим о себе самом. То есть в данном случае мы однозначно не можем говорить о каком-то конкретном проявлении субъективности. То есть всегда описывая, как воспринимаются субъекты, каким образом мы констатируем, что он обладает свойством отождественности, мы учитываем множество возможных логических исходов для объяснения данного феномена. И в данном случае нам также важно воспринять и национальность, как направленность и понимание в рамках национальности, то есть как указание и объяснение в семантике возможных миров. То есть, как я сказал, то может быть не самая основательная теория, выдвинутая хитинкой, скорее мы можем рассматривать некоторую гипотезу, но опять же здесь важно именно то, что мы сознательно понимаем и также можем объяснить то, что кроется за тем основанием, которое мы так ищем. То есть нам важно, чтобы эти два момента понимания объяснения, то есть интенциональные и неинтенциональные акты, слышались на одной точке, чтобы мы могли объяснить, что это основание, которое позволяет нам говорить о нашей самоотождественности при любом логическом исходе объяснения подобного феномена. Соответственно, пытаясь выстроить некоторое понятие субъекта, самоотождественного субъекта, нам важно дать все возможные объяснения, чтобы выработать картины концептуальной истины в отношении данного понятия. И, соответственно, также мы наполняем определенным содержанием данное понятие, так как для того, чтобы направить наше сознание на этот феномен, нам нужно понимать, что он из себя представляет. В итоге, чтобы дать наиболее полную картину понимания объяснения субъекта, нам важно учитывать все возможные варианты развития событий и все исходы, чтобы описывать обоих этого субъекта. Как пишет сам Хентика, я цитирую три статьи, которые посвящены перформативной интерпретации, соответственно, это про перформативность актов, про когеты и про эпистемическую логику. И одна из его поздних статей – это «Я мыслит, например, Рене существует...» Нет, прошу прощения, Рене мыслит, это «Следовательно, Декарт существует», которая была опубликована сравнительно недавно. Они все так или иначе посвящены вот этому общей конверосмотрению субъективности, вот перформативной интерпретации субъективности. Как пишет Хентика, таким образом более тщательный анализ самой идеи интенциональности или концептуальности, поскольку направленность на объект приводит нас обратно к моему тезису о том, что концептуальность как интенциональность, в смысле вовлечение нескольких возможностей в миров в одно и то же время указывает одного и того же субъекта. Та же самая функция, которая в нашем мире дает нам один объект, даст нам другой объект в другом месте. Отношения этой функции по своим ценностям не более примечательны в одном мире, чем в другом. И это более подробно показывает, в каком смысле интенциональность является, ну, как он пишет, межмирным, interworldly событием, а не внешнемирным, interworldly. Может быть, да, это не самый удачный перевод в данном случае, потому что, к сожалению, эти статьи, первые две не переведены на русский, а последние там эти термины не упоминаются. Соответственно, он говорит о очень специфическом отношении, что в любом случае, если как бы суммировать то, о чем я сказала, то есть нам важно понимать, что... всякая функция, то есть всякая способность отсылать к одному-нибудь нашему субъекту будет как бы констатирована, ну, по крайней мере, пытается будет констатирована именно интенциональностью, потому что интенциональность мало того, что обладает, ну, как бы дает нам некоторое понимание основания, так эта же интенциональность, по крайней мере, опять же, по мнению химитики, позволяет нам наполнить содержанием, потому что мы способны понимать все возможные логические исходы, которые позволили бы нам писать этого самотождественного субъекта. И если, немного завершая, я думаю, все-таки потихоньку, чтобы не слишком нагружать, я думаю, тут и так все сложно, к сожалению, потому что я презентацию не подготовила, и, возможно, могла и запутать. Немного завершая о том, что я говорила, мы описываем интенциональность как принцип этого пересечения этих двух принципов кросс-индентификации, субъектно-центрического и объектно-центрического, потому что в любом случае мы можем с точки зрения понимания и потом уже в следствии объяснения, потому что для хинтики будет важна эта концептуализация, уяснить, что я равно самому себе, я являюсь самотождественным, я существую, то есть, если мы опять возвращаемся на карту, это все может быть объяснено, по крайней мере, можно попытаться объяснить это с точки зрения интенциональности, потому что она нам даст некоторую целостную картину мира в том плане, что мы будем в целом понимать основание, в целом понимать основание, которое стоит в некотором основании, прошу прощения за тавтологию, некий важный признак такой, фундирующий, если можно так сказать, который стоит в основании понимания субъекта, А вследствие того, что мы понимаем, какое основание есть у субъективности, самоотождественной субъективности, мы можем наполнить содержанием, потому что мы сможем выявить с помощью семантики возможных миров все возможные логические исходы, при которых мы все равно будем указывать на того же субъекта. Поэтому для хинтики одним из важнейших аспектов, кроме тех, которые я уже описала по поводу кросс-индификации, является принцип интенциональности, который он пытается переработать вслед за Брентана. То есть в основании лежит именно брентановская картина мира, но он считает, что ее нужно доработать именно в таком логическом аспекте. Поэтому благодаря тому, что у нас есть этот принцип направленности сознания, мы можем обнаружить некую самоотождественную субъекту не только в независимости какой-то содержательного момента, но на самом деле с точки зрения логической в том числе. Соответственно, я заканчиваю. Я, как я уже говорила, это некоторая, скорее даже не теория, а гипотеза. Это тоже является частью моего исследования. Я буду искренне благодарна, если бы коллеги заметят какие-то, может быть, ошибки или какие-то неточности, или, может быть, то, что следовало бы доработать. И я буду за это искренне благодарна. Все, на этом мой доклад заканчивается. Марина, спасибо большое за доклад. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы?